Давление повышенное. Вот как на старую помощь в субботу вызывали. Проблемы со здоровьем у Валентина Серова начались не так давно. Долгое время в больницу не обращался. Пришел, а там уже новый терапевт на участке. Говорит, такое дело нередкое. Жалко, что они уезжают часто. Часто приезжают новые специалисты, смотришь, немножко по работе, уехал. Чтобы снизить отток врачей и привлечь новых специалистов, на Ямале создаются все условия. Так, по федеральной программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» можно получить 2,1 миллион рублей соответственно. Северные надбавки в размере 80% работникам выплачивают с самого начала. 100 тысяч подъемных единовременно молодым специалистам. А тем, в ком особенно нуждаются, миллион по собственной окружной программе врачи, нужные Ямалу. Через 10 лет медики смогут приватизировать служебное жилье. Кроме того, поликлиники на свое усмотрение могут начислить дополнительные выплаты приглашенным врачам. Так было с Павлинкой «Дава». Есть социальная выплата единовременная на каждого члена семьи и оплата проезда, багажа. При этом приезжают медики с обширным опытом и стажем. Ильдарушам Суддинову в свое время довелось поработать не только онкологом. Приходилось работать и травматологом, и хирургом, совмещать должности, так как специалистов не хватало. Лучше было бы, конечно, для населения, для больницы, если бы были установлены аппараты компьютерной томографии, магнитной резонансной томографии. Таких поставок в Оксарку пока не ожидается. И все же оснащение лечебниц Ямала продолжает идти ударными темпами, несмотря на экономическую ситуацию. Так, совсем недавно в Шурышкарском районе появились новые дефибрилляторы. В Мужевской и Муравленковской больницах – лабораторное оборудование. В Тазовском – цифровой флюорограф. Всего же в этом году планируется поставка 8 тысяч единиц оборудования. Часть уже в работе, а что-то поступит до конца года. Ревматолог Алденай Мадерол говорит, что наши поликлиники оборудованы получше столичных, в которых ей довелось врачевать. По ее словам, здесь медицина более доступна как для врачей, так и для пациентов. Все анализы, все реактивы, которые здесь есть, мне это очень понравилось. Где я работала, в Москве государственная поликлиника, там пациенты все сдавали платно. Здесь вот аутоиммунные некоторые анализы, здесь есть быстрый диагноз, можешь поставить. С этим согласна участковый педиатр Анастасия Петрухина. Объясняет, на Ямале региональный календарь прививок включает в себя те вакцины, за которые в большинстве субъектов придется заплатить. Кстати, она одна из тех, кто останется здесь надолго, как минимум на 5 лет. Миллион рублей. Врачи нужны Ямала, да. Сразу предложили поучаствовать в программе. Все эти врачи только осваиваются на новом месте. Всего же за год на Ямал приехало 750 специалистов. И сейчас острой нехватки медработников нет. Однако совсем скоро они могут понадобиться. В регионе стоит задача развивать новые направления – нейрохирургию и ангиохирургию.